11.06 в Кирове, программа «Дневной разворот» в эфире, в студии Николай Голиков и Анна Лапшина. Всем добрый день. Мы сегодня работаем два часа, работаем в прямом эфире. Эфир у нас сегодня необычный. Мы продолжаем практику таких пресс-конференций в прямом эфире по итогам грантового конкурса. Конкурс сегодня «Память сердца». Не случайно мы его берем. Завтра у нас парад победы и конкурс «Память сердца». Это тоже конкурс, который проводился, и проекты, в котором делались специально под эту дату. Он привел, конечно, к 75-летию победы, к 9 мая. К 9 мая. Ну, коронавирус немножко вмешался. Да, и снился, у нас стал 24 июня. Ну, коллеги, в конце концов, год у нас. Год, в любом случае, не 24. Совершенно верно. Юбилейный год. Это Михаил Курашин вступает в беседу. Эксперт регионального ресурсного центра поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и председатель экспертной комиссии конкурса. Михаил, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Также мы представляем Наталью Невинскую, заместителя главы администрации Стуловского сельского поселения. Добрый день, Наталья Анатольевна. Добрый день. Добрый день. Как замечательно, что вы к нам приехали, выбрались к нам, несмотря на коронавирус. Муниципалитеты в эфире появляются, это хорошо. Между прочим, у нас часто бывают муниципалитеты в эфире. Это хорошо, это правильно. Да. Значит, Наталья Анатольевна представляет один из проектов победителей грантового конкурса. И как мы построим сегодняшний эфир. У нас в первом часе будут проекты, которые связаны с благоустройством и строительством памятных мест, мест воинских захоронений. Ну, вот такие, как бы, не знаю, слово строительные, наверное, не очень подходит, да? Благоустроительные проекты. Благоустроительные проекты. Нет, ну, можно говорить и о ремонтных, потому что очень много было инициатив именно связанных с тем, что такие места в поселениях, на территориях есть, но их надо привести в порядок. Об этом, я думаю, отдельно еще выскажусь. Ну, вот, да, согласен. Давайте об этом поговорим. А во втором часе, после 12 часов, мы будем подключать победителей конкурса, которые создавали проекты, связанные, ну, с такой творческой, что ли, стороной. Содержательный. Содержательный, совершенно верно. Культурно-содержательный. Совершенно верно. Там и образовательные были проекты, разные были проекты, разные люди будут у нас сегодня на связи. Мы еще ожидаем в гостях Наталью Шитько, председателя правления Кировского общества знаний, руководителя регионального ресурсного центра. Наталья сейчас на мероприятии, и вот буквально через несколько минут должна к нам подойти. Я бы добавил в том, что еще Наталья представляет общественную палату, которая является... Возглавляет, я бы даже сказал. Да, партнером данного конкурса, то есть тоже часть работы, она выполнялась часть по работе с именно муниципальными территориями, поэтому она будет выступать еще не только как представитель оператора, но и как представитель партнера конкурса. Да, еще очень надеюсь, что с нами будет либо на связи, либо в студии представитель Мурыгинского центра культуры и досуга. Будем мы связываться с Апариной, будем связываться с Кирсом. Вот, это в первом части. Во втором части у нас тоже там представительный состав. Отлично. Но прежде чем мы к программе приступим и к разбору проектов, я бы все-таки хотела, наверное, чтобы у нас прозвучал комментарий Рахима Азимова, да, депутата Государственной Думы и человека, который, ну, фактически инициировал этот конкурс, поймал сердце и поддержал его. Почему фактически он? Он инициировал, да, то есть, если чуть-чуть предваряя его выступление, на самом деле конкурс целиком был инициирован. Да, до этого мы провели конкурс «Серебряное созвездие» и показали потенциал конкурсного отбора, и показали потенциал территориальных инициатив, что они есть. И то, как прошел тот конкурс, действительно, там стал, ну, наверное, аргументом, который Рахим Азимович использовал для себя, для того, чтобы так подойти к поддержке инициатив в рамках года памяти. Да, то есть, он сам предложил этот конкурс и, на мой взгляд, ну, мне кажется, точно не пожалел. Да, он, к сожалению, в прямой эфир с нами выйти не сможет, но мы записали комментарий Рахима Азимова, мы сейчас его попросим звукорежиссера поставить. В прошлом году в рамках поездок по области, встреч с жителями, общения с главными муниципальных районами, ко мне начало поступать очень много вопросов и просьб, связанных с предстоящим юбилеем Победы. Просили помочь провести в порядок памятники, воинские захоронения, чтобы достойно провести праздничные мероприятия. И мы решили, совместно с нашими партнерами, это Общество знания, областная ветеранская организация, провести конкурс «Память сердца», назвали мы его. И в рамках этого конкурса поддержать самые достойные инициативы муниципальных районов, которые сходят из районов. Конкурс состоялся, и комиссия выбрала 43 проекта победителя, а было более 100 предложений. И выделены были средства, более 7 миллионов рублей, на поддержку 43 проектов. Мне было очень, конечно, приятно вручать дипломы победителям, видеть, как неравнодушны наши жители. Общественные организации относятся к памяти о великой победе. Они искренне радуются и хотят реализовать свои проекты. Причем конкурс «Память сердца» – это далеко не единственный проект, который мы реализовали с юбилеем победы. Вот на этой неделе уже открываем памятник бойцам 311-й стрелковой дивизии в городе Слободском. На открытие по приглашению оргкомитета моему приедет президент Татарстана Руслан Нургальевич Миниханов. Прилетит председатель Совета директоров «Уралхима» – компания «Уралхим» Дмитрий Аркадьевич Мазитин. Должны быть председатели комитета в Государственной Думе по обороне – это герой России Владимир Анатольевич Шаманов. Прилетит председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Иванович Пескарев. Прилетит наш сенатор Бондарев – председатель комитета по обороне Совета Федерации. Также к 9 мая мы поздравили и охватили всех участников и инвалидов Великой Отечественной войны, которые проживают в нашей Кировской области. Мы всем им вручили праздничные подарки, вручили денежные выплаты. Также мы завершили оборудование комнат движения юной армии. Этот проект уже у нас второй год идет, и вот в этом году, в 9 мая, мы завершили во всех районах моего депутатского округа. Я считаю, что это очень важный элемент патриотического воспитания молодежи – сохранение памяти о Великой Победе. А общий объем средств, которые удалось привлечь и направить на мероприятие, связанное с юбилеем Победы, составляет более 35 миллионов рублей. Ситуация с коронавирусом, она внесла свои коррективы, срок реализации некоторых проектов, в том числе в рамках памяти сердца. Но все это было намечено, и все будет реализовано. Мы все это держим под контролем, все отслеживаем, и все победители, деньги всем, гранты выплачены, и все реализовывается. И будет все реализовано. Вот все, что намечено, все будет реализовано. Потому что я считаю, что наша память и благодарность не ограничиваются одним днем 9 мая. Год весь победный, я считаю, юбилейный. И мы в течение года будем отмечать эту великую дату. И мы бесконечно благодарны нашим отцам, дедам, народу-победителю за то, что вот они сделали это великое дело. 9 мая, оно нас объединяет, это главный праздник. Мы всегда будем все делать для того, чтобы эта память сохранялась на века. Вот, напоминаю, комментарий звучал Рахим Азимова, депутата Государственной Думы и инициатора конкурса «Память сердца», о котором мы сегодня говорим в течение наших двух разворотовских часов. Более 100 заявок, сказал Рахим Азимович. 135 заявок и 43 победителя. 43 победителя и более 7 миллионов. А именно у региона так нарочно или случайно? Нет, вот на самом деле... Совпало. Совпало. Да, это чистое совпадение. Ну, если можно, там буквально несколько слов по своим эмоциям. Ну, во-первых, да, хочется поблагодарить Рахима Азимовича вообще за смелость и за то, чтобы такой конкурс был проведен. Мы, как ресурсный центр, давно, как бы, говорили о том, что у нас очень много есть инициативных людей, очень много есть инициатив на местах, которые, ну, очень тяжело вытаскиваются на, там, федеральный уровень. Понятно, что очень слабы и отчасти неконкурентно способны, там, в конкурсах крупных таких, как конкурс президентский грант. В то время своего конкурса у нас не было. И получалась очень обидная ситуация, потому что мы в рамках ресурсного центра, в рамках тех проектов, которые реализуем, очень много выезжаем в муниципалитет, мы видим этих людей. И мы говорили о том, что такая поддержка нужна. И вот то, что сошлись все звезды, это инициатива депутата Государственной Думы, это та работа, которую мы проводили совместно с общественной палатой, с советом местных руководителей муниципальных образований Кировской области. Здесь тоже, наверное, следует сказать, что они тоже принимали участие как партнеры. Вместе с ними мы несколько районов посетили, где рассказывали, агитировали, консультировали. Ну и то, что у нас совпало все с достаточно знаковым событием, то есть с празднованием года, вот это все свелось в одну точку, и мы получили подобный конкурс. Мы действительно увидели высокий интерес. То есть, опять же, когда мы провели серебряное созвездие, мы говорили о том, что у нас там 93 заявки, и в Кировской области никогда такого конкурса еще не было. Но то, что мы получили на память сердца, это не только количество 135 заявок, но и то, что мы дотянулись, и вот я очень рад видеть коллег именно из органов местного управления. Потому что без их участия, без их заинтересованности и партнерства очень тяжело, в том числе инициативам на местах. То есть всегда, когда есть поддержка власти, пусть власти местной, это всегда... В первую очередь власти местной, это очень важно. Нет, просто кто-то говорит, что там эта власть, она небольшая, она мало чего решает. На самом деле, она много чего решает на этой территории. И самое главное, это вот такая моральная поддержка этих инициатив. И могу сказать, что вот из тех, кто подавался, понятно, что в основном они подавались, органы местного управления, на первую номинацию, связанную с ремонтом мемориальных мест. Но, наверное, больше половины, если не сказать, что больше, наверное, 70% заявок, это были именно заявки от органов местного управления, которым было тяжело. Почему было тяжело? Ну, с одной стороны, когда мы, собственно, конкурс прописывали, когда мы конкурс готовили, у нас стояло несколько принципов. Первый принцип. Конкурс должен быть максимально открыт. Поэтому мы убрали там максимум ограничений, которые там нельзя участвовать этим, нельзя участвовать этим, нельзя участвовать этим. В принципе, все могли, вплоть до инициативных групп, предпринимателей, органов местного управления, что там достаточно уникально. Рамок не было никаких. Во-вторых, конкурс должен быть простой с точки зрения подачи, чтобы там не было, опять же, заморочек с тем, как подготовить документы, правильно, неправильно, чтобы не было обид, что вот мы там где-то... А вот если ваша фотография не того размера, то мы вашу заявку не примем. То мы вашу заявку рассматривать не будем там и так далее. Заявка должна быть на 25 листах, там пропечатанная, прошитая, то есть все это может испугать кого угодно. И там третий принцип, что сама процедура экспертизы должна быть прозрачной, то есть должно напрочь отсутствовать какое-либо там лоббирование, аффилирование и так далее. Поэтому те эксперты, которых мы привлекали, они никак не были связаны ни с одной из тех организаций, которые подавались. И это как бы обеспечило их объективное рассмотрение. Все эксперты, вне зависимости от того, что были эксперты опытные, были не такие опытные эксперты, но с душой подходящих к данным проектам, и вот на мой взгляд, это все получилось. И на выходе я могу сказать, что получилось то, что, собственно, задумывалось. То есть мы получили не только отремонтированные памятники и благоустроенные места памяти, но и мы получили достаточное количество мероприятий, связанных с данной тематикой, что в принципе, да, там, мы не могли это предвидеть, но это произошло в условиях карантина и пандемии, да, там вроде бы все должно было замереть, но если судить по проценту выполнения проектов, большинство проектов были выполнены в сроке, которые, собственно, были установлены. То есть это говорит о том, что люди искали варианты и возможности, и находили их, и тем самым, как бы, все-таки достигали тех там результатов, которые заявляли. Ну вот мы сейчас о результатах, о достижении результатов, которые заявляли. Будем говорить с Натальей Невинской, заместителем главы администрации Стуловского сельского поселения. Проект ваш называется «Вспомнить всех». Да. Совершенно верно, да. И давайте вот я просто вас сейчас попрошу своими словами рассказать, в чем была задача этого проекта. Мы с вами немножко перед эфиром говорили, вы мне рассказывали, что есть мемориальная зона, да, памятник называется… «Родина, мать и два солдата». Да, совершенно верно. В центре Стулова, да? Да. Но надо сказать, что наше муниципальное образование, Стуловское сельское поселение, одно из самых крупных поселений в Кировской области, и в его состав входят 11 населенных пунктов. Проживают в нем порядка 5000 жителей. В советское время одним из образующих предприятий нашего поселения был Слободской откормочный совхоз. И именно на средства этого предприятия в 1989 году в административном центре нашего поселения, то есть деревню Стулова является административным центром, был установлен памятник «Мемориал», посвященный воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. И его назвали «Родина, мать и два солдата». Можете описать, как он выглядит? Ну, это скульптура трехфигурная, значит, «Родина, мать» с флагом, и два солдата, которые стоят с винтовками по бокам. Наталья Анатольевна, большая скульптура. Да, да, это мемориал, она предполагает высокую... То есть величественный памятник. Да, да, величественный памятник, да. И какая территория вокруг нее? Ну, территория, у нас там еще сквер, по площади я вам точно не скажу. Да нет, я не про площади, просто, что как бы... Сквер около, да. Она вписана в этот скверик, да? Да, она вписана в этот сквер. Вот, значит, у нас там всегда проходят все мероприятия такого патриотической направленности, но... Молодожены, наверное, приезжают, да? Ну, да, в советское время, да. Сейчас как-то все больше... Поменьше. ...в городе Кирове, наверное, молодожены у нас записываются. Понятно. Однако в будний день этот памятник, он для стуловчан казался обычным местом. То есть... Такая привычная уже деталь городская. Да, 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 как бы она вот стоит, стоит памятник и стоит. Но когда мы узнали о проведении грантового конкурса «Память сердца», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, мы, значит, решили принять участие в нем. И после опроса местного населения выяснили, что жителям важно, чтобы на памятнике значились имена близких и родных людей, не вернувшихся с войны. Это была той ниточкой, которая связывала бы каждую семью с памятью родных и близких. Ведь в каждой стулской семье у нас был свой герой. То есть пофамильно, пофамильно всех упомянуть, кто уходил на фронт и не вернулся. Такую информацию еще и собирать нужно. Да. Такая работа-то серьезная. Это была предварительная работа. Серьезная работа. Ну и мы принялись за дело после того, как узнали, что мы победители данного грантового конкурса. Объявили, во-первых, сбор информации о земляках в поселении, чтобы люди к нам шли и говорили о своих родных, близких, приносили документы. Мы проанализировали информацию в книге памяти Кировской области, работали с сайтами «Мемориал и подвиг народа», что помогло расширить знания о земляках-героях. И благодаря этому проекту мы увековечили 301 имя воина-земляка, погибшего в годы Великой Отечественной войны. Ну и разместили это все на мемориальных плитах у памятника Родина-Мать и Два солдата. Силами волонтеров благоустроили территорию около памятника и провели ряд мероприятий, которые укрепили духовную связь между поколениями. Эти мероприятия были различной направленности, но все они были связаны именно с прошлым, с войной. Это уже в этом году проводили? Да, да. Ежемесячно проводилось какое-нибудь мероприятие. У нас же запрет был на вашу мероприятие. Нет, ну первая половина. А, первым начале еще, да, еще успели. Мы начали с ноября, поэтому у нас там проходили встречи с тружениками тыла. Мы смотрели совместный фильм про войну с Объединенным Советом Ветеранов и с юно-армейцами нашими. Обсуждали этот фильм. Проводили награждения медалями юбилейными. Тоже у памятника, да? Нет, мы это делали в Доме культуры, потому что это был в феврале. А, ну да, холодно было. В феврале, поэтому приглашали туда ветеранов, тех, кто мог к нам прийти, и награждали там медалями. Ну и понятно, что был концерт для ветеранов. Но это все в рамках проекта вспомнить все. Да, да, да. Это все было в рамках проекта. Да, 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 вспомнить всех. Ну и 6 мая по плану у нас должно было быть открытие торжественное. Тем более, что мы в этот конкурс попали не одни, а у нас еще и Стуловский дом культуры тоже попал в этот конкурс. И они занимались постановкой спектакля. И мы хотели... То есть они как раз в эту вторую часть попали в конкурс. В творческую. В творческую, да. То есть вы молодцы, Стуловцы. Да, в один день. То есть они бы показали спектакль, а мы торжественно открыли памятник. Но в связи с эпидемией коронавируса у нас эта задумка не получилась. И памятник мы вот открыли только буквально вчера. Ну, тоже... Ну, скромно, но торжественно. Это все прекрасно совершенно. Кстати, поздравляем вас с тем, что вы его открыли, потому что это, правда, центр села и украшения прекрасные. Да, но тем не менее все получилось. Мы о сложности каких-то попозже немножечко поговорим. Спасибо большое Наталье Невинской, заместитель главы администрации Стуловского сельского поселения. Рассказала нам про проект «Вспомнить всех». Поименно всех вспомнили, да? Стулова. 301, да? 301. 301 фамилия появилась на мемориале «Родина, мать и два солдата» в деревне Стулова. У нас мы немножечко ускоряемся сейчас, потому что победителей конкурса много, и хочется охватить, ну, хотя бы часть из них, да? Оксана Ванатова с нами на связи, глава Апаринского городского поселения и руководитель проекта... Ох, так... Не получилось? Хорошо, мы попросим сейчас нашего продюсера нам попробовать набрать заново человека. Попозже немножечко. Тогда мы снова к Наталье Анатольевне, да? И вот сейчас по сложностям тем, с которыми столкнулись. Ну, во-первых, насколько большой труд вы проделали, когда искали вот эту вот информацию про людей, ушедших на фронт и не вернувшихся? Эти данные, они хранятся в администрации? Или приходилось их как-то по родственникам собирать, там, объявлять как-то? Ну, вот мы объявили, значит, развесили объявление по Астуловскому сельскому поселению с просьбой о том, что вот мы попали в такой конкурс, мы, значит, выиграли, мы победители, и мы хотим это сделать, увековечить имена наших воинов-земляков. И люди откликнулись, люди шли, приносили нам документы. Ну и кроме того, книга памяти — это большое подспорье, то есть там, конечно, нужно было тоже проанализировать и выбрать именно наших жителей поселения, то есть они там тоже в алфавитном порядке, но не распределены по населённым пунктам и по поселениям. То есть мы вот это всё, как бы, да, это наш труд, как бы мы его сделали. Но нам помогал Объединённый Совет ветеранов, у нас с председателем Совета ветеранов Мухадановой Тамарой Сергеевной. Очень ответственная, и она нам во всех делах наших помогает. И много ли времени у вас заняла вот эта вот работа? Подготовительная. Подготовительная именно. Месяца два, наверное, да, мы занимались вот именно этим, что выбирали, собирали, но ведь ещё и ждали. У нас были определены рамки, когда мы писали объявление, то были определены рамки, даты, до какого момента мы ждём информацию. И то есть раньше этого мы не могли закончить сбор информации. Всё правильно, да. А само вот это изготовление плит, вот кто это делал? Это у нас занимается индивидуальный предприниматель Колодкин Игорь Иванович. Он местный? То есть тоже свой, да? Тоже свой, нет? Нет, он город Слободской. Мы же пригород города Слободского, поэтому Игорь Иванович нам помог в этом сложном деле. Очень у нас красивый памятник стал, приезжайте, пожалуйста, к нам. Обязательно приедем жители. Это изготовлен камень? Да, мрамор. Мрамор, то есть на мраморе вот и всё он делал, да? А волонтёры кто и, собственно, вот кроме благоустройства, как они ещё к этому месту привязываются? В чём поучаствовали? Ну, в чём поучаствовали? Где мы их взяли? Значит, у нас, смотрите, при Стуловском Доме культуры есть волонтёрское движение, называется «Ствол», то есть в расшифровке «Стуловские волонтёры». Хорошее название. Которые, значит, у нас занимались вот именно расклейкой объявлений, и было такое мероприятие, проведено как помощь труженикам тыла, ветеранам войны. И вот волонтёры у нас помогали в феврале месяце огребать, значит, придомовую территорию, да, нашим ветеранам. То есть они с этой темой, с темой войны и людей, которые в этом, да, в это погружены, они уже участвовали. Кроме того, ещё с осени у нас была задумка, значит, посадить аллею деревьев при сквере. И это тоже было сделано волонтёрами местными. Значит, в марте, когда у нас началась пандемия коронавируса, к нам обратилось предприятие МРСК. Сейчас скажу точно. МРСК, Центр о Приволжье, Северной электросети. Директор сам предложил свою помощь, значит, с трудом и организовал работу в сквере. Работы было проделано очень много волонтёрами. Они у нас, значит, территорию всю прибрали. Прежде чем приступать к установке-то плит, естественно, надо было привести всё в порядок, да? Да. Провели оканавливание, то есть территориально, чтобы у нас вода не стояла там в одном месте. У нас вода стояла, и, значит, вот они это сделали. Значит, кроме того, они у нас побили памятник, подстригли все кусты, которые были в сквере, деревья опилили в ветки. Вот, ну, в общем, вот всё по благоустройству нам очень помогли, сделали. И до сих пор не отказываются. Гранитные плиты, это тоже они нам привезли, доставили. То есть они не отказываются, нам помогают в этом проекте. Давайте сделаем перерывчик, у нас полтора минуты, а не вернёмся к разговору. Продолжаем нашу программу. Напомним, мы сегодня говорим об итогах грантового конкурса «Память сердца», объявленного по инициативе депутата Государственной Думы Архима Азимова. У нас сегодня... 43 победителя в Кировской области. 43 победителя, но всех 43 победителя собрать мы, во-первых, даже не то, что упомянуть, мы их не собрать, не упомянуть их не можем, но об одном проекте мы уже довольно хорошо поговорили. Нам рассказала о нём Наталья Невинская, замглавы администрации Стуловского сельского поселения. Правда, очень интересно, Наталья. Вы зря волновались. Да, сейчас я очень надеюсь, что с нами на связи Апарина Оксана Ванатов. Добрый день. Добрый день. Отлично, отлично, замечательно. Глава Апаринского городского поселения и руководитель проекта «Воинам Отечества. Достойную память». Оксана Александровна, вот можно сейчас коротко рассказать о вашем проекте? Вот прям вот очень коротко, да? В чём была задача? Хорошо. Хорошо. С большим удовольствием. Я расскажу коротко. Значит, в рамках подготовки к юбилею Победы ещё в 2019 году было принято решение провести порядок воинское кладбище в посёлке Апарина. Требовалось, конечно, немало влажений, чтобы обновить надгробия, плиты, ограждения. Но благодаря городского конкурса «Память сердца», проводимого по инициативе депутата Государственной Думы Рахима Азимова, мы, Апаринское городское поселение, получили 500 тысяч рублей на реализацию проекта «Воинам Отечества. Достойную память». А позже им же были выделены ещё 400 тысяч рублей на благоустройство территории воинского захоронения. Конечно, да, конечно, для жителей посёлка Апарина воинское кладбище – особое, почитаемое, значимое место. Потому что в октябре 1941 года в Апарина был развернут госпиталь номер 1433. В разное время на лечение там находилось от 200 до 1200 военные медики спасали сотни раненых бойцов смерти. Те, кого не смогли спасти врачи, навечно остались у нас под Апаринскими берёзами. На воинском кладбище покоится прах 109 умерших, а транссолдат, сержантов, офицеров. Мы не можем забыть о тех, кто дал нам возможность жить под мирным небом и должны передать эту память подрастающему поколению. Также коллектив школы-интернат нашего посёлка на протяжении многих лет осуществляет шеф по над воинским кладбищем. Они на постоянной основе ухаживают за захоронениями. В последний раз масштабные ремонтные работы на территории воинского кладбища были проведены в 1985 году. Поэтому благоустройство – это было долгожданное событие. Осенью прошлого года на средства гранта был полностью заменён забор. В рамках организационного субботника убраны старые кустарники и старый забор. Зимой заказаны и приведены и в дальнейшем установлены памятники на индивидуальные могилы. Установлены две мемориальные плиты с именами захоронённых бойцов. Обновлена также скультура воина-освободителя. Большое спасибо индивидуальному предпринимателю Олегу Юрьевичу Лысову за выполнение данных работ. Ранней весной на воинское кладбище были проведены субботники. Педагоги коррекционной школы-интернат, сотрудники администрации района, посёлка Опарина и депутаты поселковой думы убирали с территории снег и мусор. Также активное участие в субботниках приняли работники ПО «Северноэлектрические сети» Опаринского РЭС, Коммунэнерго, АО «МУК Дортехсервис», ИП «Голанов», Опаринский Агроснаб, ОО «Альянс». От всего сердца огромное спасибо всем за помощь. Особую благодарность хочется выразить главе Опаринского района Андрею Дмитриевичу Макарову за поддержку в помощь в реализации проекта. Работы по проектам «Воин отечества. Достойную память» завершены. Благодаря грантовому конкурсу депутата Азимова «В память сердца». Войско-кладыши сегодня и не достойный вид. В дальнейшем планируем провести отвод воды в территории захоронения, отремонтировать ворота, обустроить подъезд и обустроить огонь памяти. А коллектив коррекционной школы-интернат планирует установить информационный стенд, где будет размещена данная поисковой работы, биография бойцов. Хочется также отметить, что в рамках реализации проекта работниками школы создана электронная книга памяти ЭВАК-госпиталя 1430 сетей. Помни все поименно. 9 мая, в день 73-я Победы, на Воинской кладбище прошло первое после проведения работы по благоустройству возложение венков. И состоялся небольшой митинг. И буквально вчера, 22 июня, было также произведено возложение цветов и венков. В день памяти, да? Ну, конечно же, после снятия всех ограничительных мер на Воинское кладбище обязательно пройдет торжественное мероприятие привлечения общественности, органов местного собрания, ветеранов, жителей поселка, молодежи и, конечно же, родственников захороненных бойцов. Еще раз от себя лично, от жителей Апаринского городского поселения, хочу выразить огромную благодарность тем, кто принимал активное участие в реализации проекта по благоустройству Воинское кладбище. И особые слова благодарности Рахиму Азимову за то, что помогают нам в реализации наших идей. Вот, спасибо большое. Это Оксана Ванатова, глава Апаринского городского поселения, руководитель проекта Воинам Отечества «Достойную память». Ну вот, пожалуйста, мы видим, да, тоже история, когда вовлекаются совершенно все, да, и местные жители, и бизнес, и власти, и образовательная структура. Ну, все совершенно участвовали, да. Ну, 35 лет без ремонта, это как бы... Ну, это надо себе представить. Это, извини, лишь не только там. На самом деле, это большая проблема, конечно. То есть у муниципалитетов на косметические какие-то работы, на приведение, может быть, в порядок, там, да, на высадку, может, цветов каких-то еще что-то. Вот деньги есть и возможности есть. А на масштабные такие работы, которые не разложишь на несколько лет, их разово надо делать, конечно, такой суммы сразу найти невозможно. Ну, сразу, наверное, скажу, что мы об этом в рамках конкурса говорили, конкурс не должен был превратиться в продолжение ППМИ. Да, мы понимаем это, конечно. Мы говорили о том, что там ремонты, строительство, мемориальных комплексов, это все хорошо, но это все опять придет в негодность, если это не будет никак включено в воспитательную работу в жизни. То есть его смыслом еще нужно проект наполнить, да? Мы особо смотрели и говорили всем на консультировании, на семинарах, всем говорили о том, что, ребят, памятник памятникам, но думайте о том, какие дополнительные мероприятия. Как дальше? Как дальше это все будет? Из выступлений и Натальи, и Оксаны мы видим, что там действительно это стали такие точки сосредоточения вот людей вокруг темы, связанных с патриотизмом, с памятью и так далее. И это, на самом деле, тоже радует. Да, Оксана Александровна, вы с нами еще? А, вот, все, отключилось. Спасибо большое, Оксана Ванатова с нами была. Ну, она исчерпывающий совершенно рассказ. Еще сейчас попробуем с Кирсим связаться. Я очень надеюсь, что продюсер наш успеет до конца этого эфира подключить нам еще одну нашу гостью сегодняшнюю. Что еще важно? Ну вот, я не знаю, конечно, по ПМИ и этот конкурс, это разные совершенно вещи, но у них есть очень объединяющая одна история. Это активность. Что? Это активность людей. Это активность людей. Это вовлеченность людей, да. И вот, да, та история, та история, что наполнение смысла. И не только с органами, мы слышим из обоих рассказов о том, что бизнес как активно к этим вопросам. Если сейчас провести анализ, я думаю, что такой анализ по итогам всех проектов все равно будет проведен, мы попробуем посмотреть, сколько партнеров было привлечено, сколько дополнительного финансирования было привлечено, какие дополнительные материально-человеческие ресурсы были привлечены. Потому что иногда это просто работу, помогают люди работать, это же не деньги. Как отработано партнерство с образовательными учреждениями, учреждениями культуры, потому что это тоже одна из таких главных компонентов успешной среды для социальных инициатив, когда ты знаешь, что если у тебя есть инициатива, у тебя рядом есть партнеры, которые тебе так или иначе подумают. Не надо бегать, искать чего-то, думать, говорить о том, что нам нужны только деньги. На самом деле большинство проектов, это проекты все-таки построенных на партнерстве. Это проекты без денег, это проекты, где партнерство дает все необходимые ресурсы. И я думаю, что такой анализ мы сделаем, отдельно его тоже где-то доведем до сведения. На памяти сердца, на конкурсе памяти сердца мы видим много-много-много примеров вот именно такой успешной работы. Вот мы здесь буквально поговорили о двух проектах, и в обоих проектах, да, очень активную роль играют. Вот как здесь у нас в Северной электросети, да, там ведь тоже как бы это не финансовая помощь, но люди помогли техникой, людьми там, сложные довольно-таки погодные условия поработали, все, что другие бы это сделать не могли. Я еще забыла сказать, что вот спонсоры, как бы, граждансквер у нас, чугунная ограда, она была уже много-много лет не покрашена, и вот, ну, как бы мы делали какой-то такой небольшой ремонтик. Так вот, МРСК нам, они ее все отшкурили, покрасили, и, ну, вот, в общем, все сделали для ремонта вот этой ограды. Подготовили полностью. Да, 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 откопали ее даже из земли, она была уже, там, в земле, ушла в землю, да, 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 и вот они вот это все сделали, поэтому мы им очень благодарны за этот труд. Да, мы сейчас делаем, наверное, перерыв в нашей программе на новости, на маленькие тематические программы. После перерыва, в начале первого, мы в эфир вернемся, мы не связались еще с Кирсом, и я бы хотела, чтобы мы все-таки успели их набрать, надеюсь очень, что это получится. Вот, и напоминаю, что у нас сегодня большой двухчасовой эфир по итогам грантового конкурса «Память сердца», конкурс к 75-летию Победы, огромное количество проектов, только проектов победителей более 40, заявок было 135. И наша вот сегодняшняя такая импровизированная в прямом эфире пресс-конференция, она проходит в рамках проекта «Дом.НКО», который в Кировской области реализуется при поддержке фонда президентских грантов, за что фонду президентских грантов тоже большое спасибо. Сейчас перерыв, вернемся в начале следующего часа.